В живой природе рацион у рыб разнообразный. Практически у всех видов он так или иначе включает мелких беспозвоночных в разном количестве. Даже аквариумные рыбки, которые никогда не видели живой или замороженный корм, словно расцветают, когда пробуют его на вкус. Именно по этой причине многие аквариумисты стараются хоть иногда дать своим рыбкам живой или замороженный корм. Некоторые кормят живым кормом постоянно. Есть и такие аквариумисты, которые вместе с живым кормом заносили в аквариум заразу и теряли всех рыб, после чего обходят живой корм стороной. Действительно живой корм может быть переносчиком различных паразитарных и инфекционных заболеваний. Также он может задержать токсины и вредные вещества, которые пагубно влияют на жителей аквариумов. Аквариумисты с горьким опытом меня неоднократно просили сделать видео о том, чем можно заменить живой корм. Именно об этом мы и поговорим. Существует множество рецептов различного рода фарша для рыб, но он никогда не заменит мотыля. На мой взгляд, идеальный вариант это корм Тетра Фрэшделика Блуд Вормс. Корм мотыль в желе. У меня данный корм в алюминиевой тубе, но бывают и другие варианты, как упаковок, так и вкусов. Но о вкусах мы поговорим чуть-чуть позже. Стоит начать знакомство с упаковки. Перед использованием необходимо открыть дозатор и сделать отверстие. Закручиваем обратно и срезаем кончик дозатора. Желтый колпачок необходимо закрывать плотно после каждого использования, чтобы корм желе не окислился от воздуха. Сама алюминиевая туба обеспечивает надежную защиту корма от воздействия бактерий. На упаковке указана вся необходимая информация для владельцев аквариума. Этот корм рассчитан на многоразовое использование в течение месяца после открытия упаковки. Он является отличнейшим дополнением к сухим кормам, но может быть использован в качестве основного рациона. Естественно, корм Фрэшделика обеспечивает жителям аквариумов здоровый рацион. В два раза больше питательных веществ, чем в замороженном корме. Сам производитель заявляет о том, что данный корм подходит для абсолютно любых тропических рыб. И это действительно так, однако стоит заметить, что корм мелковат для крупных особей. В общем, как выглядит кормление, вы сейчас увидите сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Непривычный внешний вид корма, однако это инновационная технология и, судя по рыбкам, им очень нравится такой корм. Удовольствие от кормления получают не только они, но и я сам, когда не просто выдавливаю корм в воду, а опускаю кончик дозатора в аквариум. Рыбки уже знают, что там находится вкусняшка и, не боясь, подплывают к нему. Таким образом, можно сказать, что я их кормлю с рук. В этот момент за ними очень интересно наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В данном корме содержатся цельные водные организмы, находящиеся в жиле. Но помимо всего прочего, данный корм обогащен витаминами и питательными веществами. Ну а теперь, как и обещал, скажу о вкусах этого корма, какие они бывают. Доступен в четырех разновидностях. Мотыль, артемия, криль и дафния. Без добавления консервантов. Срок хранения – 3 года. Мотыль, артемия, криль и дафния. Как видите сами, рыбки довольны кормом Тетра Фреш Делика. И это, конечно, радует меня. Надеюсь, мне удалось ответить всем подписчикам, кто спрашивал об альтернативе живому и замороженному корму. Друзья, наверняка у вас есть свои альтернативы. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Думаю, всем нам будет интересно почитать. На этом видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале БАР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»